Дай почитать. И это просто прелесть, ведь язык такой незатейливый, детский и в то же время психологически точно выверенный, что создается иллюзия непосредственного и наивного наратора. Разумеется, это только иллюзия. Ольга Колпакова проявляет настоящее писательское мастерство и создает реальный, неподражаемый, правдивый и очаровательный образ озорной проказницы Буки, которая немножко подросла и теперь стала старшей сестрой непосредливой и несмышленной Бяки, как и предыдущая книга. Это состоит из десятка рассказов про, казалось бы, прозаические вещи, как Бука и Бяка вели переговоры, болели, гуляли, делали зарядку, наводили порядок, как Бука Бяку воспитывала и как Бука без Бяки живет. Но благодаря удивительно мягкому, точному и несюсюкающему юмору, благодаря глубокому пониманию природы детской души, Ольга Колпакова создает действительно веселое, очаровательное и нестереотипное произведение. Это истории для родителей про их детей и для детей про их родителей. Ведь взрослые забыли, а некоторые дети и не знали о том, как правильно болеть или как нужно правильно есть или как правильно наводить порядок. А все ли известно про правильное воспитание малышей? Конечно, нет. Особенно, если ты бабушка. Они, бабушки, цитирую, детьми не бывают. Если ты посуду любишь мыть и картошку окучивать, и цветы два раза в неделю поливать, то уж точно ты не Бука, не Бяка и даже не мама, ты бабушка. Думаю, что книга окажет должный эффект, если начинать ее читать лет с пяти. Ну а для взрослых никаких ограничений. Книга рассчитана на семейное прочтение, трогательное, смешное, забавное, с чудесными иллюстрациями Светланы Прокопенко. Но это еще и очень добрая и правильная книга о жизни полной, абсолютно нормальной, дружной, современной семьи. Папа – программист, дедушка – весельчак, бабушка – труженица, мама – умелая воспитательница. Не все идеально. Так и в жизни не все идеально. Сестрички дерутся, хулиганят, рассуждают, но, как и все члены семьи, друг друга любят, поддерживают, заботятся. Это, правда, настоящая семья, которой так и хочется взглянуть на чашечку чая. А еще в конце последней главы сделан намек на бабая, братика Буки и Бяки. Читаем и ждем продолжения. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok